К этому выезду готовились накануне. Подобрали показательные, но не образцовые адреса. Маршрут держали в секрете от районных властей. Только сегодня утром каждого из глав, так сказать, вызвали на ковер. Итак, район железнодорожный. Он первый в этом шорт-листе. Пустырь на советской армии 81 завален ветками. Недоработка, собственно, района. С 1 июня сформирован экологический отряд. Поставили задачу. До 5 июня вся территория будет зачищена. Откуда взялись эти ветки, история умалчивает. Но как отходы их нельзя не то что на пустыре, но и на контейнерных площадках складировать, поясняют эксперты. На частных подворьях их советуют перерабатывать в компост или вывозить за свой счет. А вот избавиться от старого холодильника или шкафа жителям не возбраняется. Услуга по вывозу крупногабарита заложена в тариф. Под маркой крупногабаритного мусора многие пытаются вынести все, что им не нужно. То есть люди, если проводят ремонт в доме, извините, вы делаете себе ремонт. Объем отходов очень большой. Он не вписывается ни в какие нормы. Отходы совсем другой категории. К слову, складировать крупногабаритный мусор тоже нужно по правилам. Культурно. Для этого должна быть специальная площадка. Как нельзя выбрасывать отходы, которые не помещаются в контейнер, можно было бы увидеть в районе Ленинском. Вот фото, как было на Георгия Исакова еще накануне вечером. Но пока мы ехали, порядок здесь навели почти идеальный. Даже поправили ограждение. Бывают иногда срывы с вывоза мусора. Но не только это главная сегодня проблема. То есть это и состояние самих контейнерных площадок. Мы сегодня провели стопроцентную ревизию всех контейнерных площадок. Порядка 90 площадок выявлены замечания, составлен график их устранения. Замели следы к нашему приезду и все другие районы. Не найдено мусора в традиционных злачных местах Центрального. А вот что было в индустриальном по советской армии 138. Сегодня площадка преобразилась. По следам от протекторов очевидно. Территорию почистили несколько минут назад. Ну или Октябрьский, Чудненко 108. Тоже картина. Из разряда «было-стало». А вы вот так оперативно сработали, узнали, что рейд будет? Ничего я не узнавал. Мимо ехал, и мне сказали, что сюда подъезжает комиссия. Для того, чтобы навести порядок, вам требуется два часа. Непонятно, почему появляются проблемы. Поэтому желательно по итогам всего этого процесса, чтобы таких площадок у вас не было. По словам Александра Алексеенко, в общем-то мусор не проблема. Проблема в самоорганизации. Несет ответственность каждый. От жителя требуется добросовестность и культура. От управленцев достойно организовать место для складирования отходов. От мусоровывозящей компании – своевременность. Район нам строго контролировать, чтобы эта схема работала без сбоев. Если нужно, применять жесткие меры. Только тогда в городе будет порядок. И такие стимулирующие рейды тоже отпадут за ненадобностью. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!